Уже не выдержала такое приветствие, просто знаете, с преимущественной части глобуса уже, что я просто не могла уже не выйти к вам, не поздороваться и не начать. Мои дорогие, давайте начнём с того, что проверим, как меня слышно и как меня видно. Поставьте плюсики или тот знак, который вам ближе всего, и я пойму, что меня слышно. Всё, София Мороз говорит, что слышно очень хорошо. Всё, спасибо большое. Итак, друзья, я искренне рада снова встретиться вместе с вами на нашем прекрасном вебинаре, который у нас уже как по доброй традиции проходит каждую среду. А как говорится, самое приятное и тот факт, который вызывает уважение, это добрые традиции, которые передаются из месяца в месяц, из года в год, из поколения в поколение. И я больше чем уверена, что наши вебинары по средам уже стали определённым атмосферным клубом, где мы не просто получаем полезную информацию, мы ещё безумно рады друг друга видеть, потрясающе проводим время и узнаём вместе с вами что-то новенькое. Друзья, сегодня моя любимая тема – это мозг. И вы знаете, мы начнём с того, что наш мозг, он работает в режиме 24 часа в сутки. Когда мы ложимся спать, он, друзья, не спит. Это орган, ну назовём его орган, да, хотя мне кажется, мозг назвать просто органом – это слишком мало. Это целая система, это режиссёр нашего организма, это режиссёр всех 12 систем. Это действительно самый главный орган. И он никогда не спит. И для того, чтобы сегодня сфокусироваться и дать немножечко нашему мозгу отдых, что сделала я? Я просто выключила свой телефон, я перевела его в режим авиарежим, где никто не достучится, никто не дозвонится, и пусть этот час будет нашим. И пусть мир подождёт, пока мы сегодня будем разбирать одну из самых главных тем. И я сегодня расскажу, почему я лично считаю, что вопрос центральной нервной системы, вопрос мозга – это самая главная тема. Итак, начнём, друзья. Я думаю, что те, кто решил тоже немножко разгрузить голову, отключат телефон. Если же нет, пусть работает, просто не обращайте на него внимания. Итак, друзья, девиз, как вы видите, что первый девиз нашей темы таков – мозг как скажет, так и будет. Действительно, друзья, недаром он находится в центре нашего тела, нашего организма. Это действительно режиссёр. Это действительно режиссёр, продюсер, как угодно, руководитель, навигатор работы всего организма. Каждому из нас известно, что наш организм работает по часам. Наши 12 систем, из которых мы состоим, и органы, которые составляют эти системы, работают по часам. Есть активная фаза, есть пассивная фаза. Кому интересно, вы можете после нашей встречи зайти в любой поисковик и задать «Работа систем и органов по часам». И мы с вами увидим много ответов на вопросы, когда стоит, например, плотно кушать, а когда стоит дать какой-то лайтовый час, выпить водички с лимоном. Вот как у меня сейчас, например, стоит вода с лимоном. Почему с лимоном? Потому что, когда я общаюсь, я люблю, чтобы в мой организм поступала энергия. И вы знаете, когда я много разговариваю, я хочу есть. И вода с лимоном мне заменяет определенный прием пищи, плюс это ускоряет метаболизм и не позволяет сокращать энергию. После этого я, конечно, беру воду, скоро в май наш 500, и продолжаю, продолжаю ощелачивать свой организм. Итак, друзья, мозг как скажет, так и будет, и мы сегодня будем об этом говорить. Потому что в народе почему-то стали существовать и ходить в обиходе такие странные фразы. Вот вы часто слышите, когда ваши знакомые говорят о других знакомых, да, Вася тормоз или Петя тормоз, Оля вообще стала тормозить. Простите за такое пример, но так и есть. А вот Галя, она как реактив, непонятно, на какой энергии она работает, на какой энергии она движется. Ей все время хорошо, она либо под кайфом, либо что-то другое происходит. Друзья, Вася, Петя не тормоз. И с Галей все замечательно, потому что мозг посекундно реагирует вовремя и своевременно. Вот, например, сейчас я буду пить воду. Я сейчас думаю о том, что я буду пить воду. Мой мозг уже включается. И что он делает? Он запускает мгновенно работу систем для того, чтобы принять эту воду. Мозг сразу оценивает, куда нужна вода в первую очередь. Где готовы выйти водорастворимые токсины, где жира, а где еще не переварился обед, да, а где нужна энергия, а где пошла какая-то бактерия, там вирус там залез, да, в наши уголки здорового организма. И вот когда я начну пить воду, мозг тоже будет ее принимать и начинать работать с тем, что он уже подготовил эту задачу. И вот здесь самое главное, чтобы мозг успевал срабатывать. Успевал срабатывать, потому что наша жизнь, друзья, это результат реакции мозга. Даже принятие решения, быть или не быть, подняться в 5 утра или не подняться, лечь в 9 или не лечь, успеть приготовить ужин или скушать его вовремя или не успеть, переварится ужин быстрее, чем я решу лечь спать или нет, оздоровится организм вовремя или нет, сработает с вирусами или нет, ну и так далее. Не буду перечислять, да, тут до утра не расстанемся. Поэтому и за все это отвечает мозг, друзья. У него есть вдруг периферическая нервная система, да, импульсы, но сегодня не об этом тема, потому что у мозга еще другой друг, это сердце, которое тоже работает постоянно, печень, это вообще жена мозга, как-то мне кто-то сказал, потому что печень работает тоже 24 часа в сутки. Но мы сегодня будем говорить о главном режиссере. Отсюда есть такая фраза, все в голове, да, безусловно, наша жизнь, это результат принятых решений, результат реакции мозга, как в плане здоровья, так и в плане нашей энергетики. Далее, друзья, двигаемся. Факторы, влияющие на работу нашего дорогого мозга. Первое – это экология. Мы сразу будем говорить минусы и плюсы. Решает ум, который сотрудничает с мозгом. Скорость мысли у всех разная. Да, Лена, да, Ольга, все правильно вы говорите, причем я больше чем уверена, что мы можем с вами на эту тему говорить об одном и том же на разных языках, но все равно сведемся к тому, как же сделать так, чтобы голова работала быстрее, чтобы энергии было больше, чтобы иммунитет был сильнее, чтобы как-то усмирить свой организм и повысить стрессоустойчивость. И мы сегодня будем об этом говорить. И первый фактор – это экология. Мы сегодня экологию не выбираем. Вот она просто есть. Каждый из нас живет в каждом городе, в каждой стране. Я сегодня с удовольствием до нашей встречи читала, кто откуда передает привет. Я думаю, что это еще не предел. У нас появились еще страны, я вижу. И экология уже есть. У кого-то она чище, у кого-то еще чище, а у кого-то грязнее. Кто-то живет в лесу, кто-то около леса, кто-то живет в большом городе, где, в принципе, индустрия стоит над здоровьем человека. Поэтому у каждого из нас есть фактор экологии. Эта экология на нас влияет. Она либо дает энергию, либо забирает. Но мозгу нужно с этим постоянно справляться. Это очень важно. Поэтому все, что мы можем делать, это максимально позволять себе отпуск. Отпуск в лесу, отпуск на море, на речке, на океане, на рыбалке. Отпуск дома. Там, где мозг может отдохнуть от накопления токсинов, газов, выхлопных газов, нагрузки, радиомагнитных волн и так далее. Этого всего достаточно. Поэтому, в принципе, это один момент. Второй момент. Мы можем просто помогать организму вымывать токсины. Да, Сергей Жданов, я периодически читаю, буду останавливаться. Да, мы сегодня говорим о голове. Мы сегодня говорим, да, есть еще спиной мозг и так далее. Мы будем сегодня говорить о той части, которая просто звучит для каждого человека. Потому что постоянно на эту тему есть запрос. И у нас тут есть перечень вопросов, которые вообще не связаны с центральной нервной системой, не связаны именно с головным мозгом. Но они почему-то беспокоят людей. Очень многие думают, что ответ кроется именно здесь. Я в конце отвечу на эти вопросы, которые вы ранее мне записали. У кого есть вопросы сегодня, то вы можете писать их здесь в чате. Я потом обязательно пролистаю во время эфира и отвечу на них. Вот, друзья, поэтому второй способ, как организму помогать выводить из клеток токсины, нитраты, то есть все то, что попадает через экологию, это вода. Друзья, это вода. Вода – это самый главный фактор. Это душ изнутри, это размывка организма, это выведение водорастворимых токсинов. Мы про жира будем говорить попозже. Это, в принципе, то, без чего нет жизнедеятельности далее. На мой личный взгляд, может, кто-то меня спорит, но на мой взгляд, не то, что нет смысла, не будет эффекта от грамотных очистительных программ, от хорошего здорового питания, не будет того ожидаемого эффекта, если не будет достаточного количества воды и в нужных параметрах. У нас с вами есть золотая формула. У нас на столе, и на столе нашей семьи стоит вода, которая дает секунду жизни. Поэтому двигаемся дальше и переходим к питанию. Питание – второй фактор. Мы – результат того, что мы едим, друзья. И мы знаем, что наш мозг – это основной процент жидкости. Причем перед нашей встречей я начала просматривать все-таки правильные данные. Из какого процента жидкости состоит наш мозг? Я встретила 89, 90, 92, 94 и 96. Разные источники дают разную информацию, сколько процентов занимает вода в нашем органе головной мозг. Поэтому, друзья, давайте мы сделаем такую формулировку, что наш мозг – это 90 и более процентов жидкости. Остальное – все плотная масса. Мозг – такой же орган, который требует соблюдения концепции здоровья. Водный баланс, кислотно-щелочное равновесие, очистительные программы и правильное здоровое питание. Несущий микроэлемент в нашем питании – это белок. Мы – существа белковые. И сегодня мы будем говорить об этом. Сегодня я буду говорить о питании через результаты. Я подготовила вам результаты, которые, на мой взгляд, просто фееричные. Благодаря нашему продукту Курал Клаб. Поэтому, друзья, наше питание должно быть полноценным, наполненным всем клеточным питанием. Аминокислоты, минералы, ферменты, жирные кислоты, витамины. Это наша пища должна быть нашей энергией, наша пища должна быть нашим обогащением. Если пища не несет энергию, не несет строительный материал, это просто удовольствие за свои непросто заработанные деньги. Поэтому нам просто нужно принять решение. Либо мы даем правильное питание мозгу, а мозг – это мозг питается энергией из пищи. И мы с вами знаем, что, как правило, усталости, утомляемости нет, стресса нет, подавленности нет, депрессии нет. А есть что? Есть усталость мозга. Чтобы мозг не уставал, ему нужен кислород, то есть дыхание, обогащение кислородом, вода и еда и контроль бактерий, вирусов, грибов, дрожжей, паразитов. Следующий фактор – водный баланс. Мы уже об этом поговорили. Контроль бактерий, вирусов, грибов, дрожжей, паразитов – это очень важно, потому что этот мир либо нами владеет, либо мы контролируем этот мир. И сегодня, кстати, я специально подняла статистику сегодня перед нашей встречей, что же говорит современная медицина, биологи, физиологи по поводу уже на сегодняшний день влияния вот этого мира, как мы называем это, друзья наши меньшие. И вы знаете, я сегодня просто приятно удивилась. Если еще в том году, я как-то долго не заглядывала, медицина указывала, что 30-40% на нашу жизнь влияет этот мир, то сегодня я прочла такие цифры – 70, 80, 90, 95% нашим организмам, нашим уровнем здоровья, уровнем энергии молодости контролируют мир агрессии, бактерий, вирусов, грибов, дрожжей, паразитов, глистов, много еще ряд факторов называли, плюс больные клетки. Это все нужно контролировать собственными руками, друзья. Поэтому мы будем об этом говорить немножко позже. Следующий фактор – это сон. Друзья, нам природа подарила потрясающий способ восстановления и сохранения организма. Я бы это назвала фактор омоложения. Это сон. Заметьте, друзья, если, да, особенно это на женщинах видно, на прекрасной половине, да, на коже сразу отражается, если мы позволяем себе находиться в бессоннице, день 2, 3, 4, 5, на шестой день мы просыпаемся на лет 10-15 старше, внешне, чем по паспорту, да, чем были неделю назад. Сон – это тот ресурс, который заложила природа. Нам-то на ночь, чтобы спать, день, чтобы бодрствовать. Не наоборот. Наоборот, мы двигаемся против природы. Посмотрите, что происходит ночью в городе. Сколько бодрствующих людей. По пальцам пересчитать, да. Но как только 5, 6, 7 утра, мир просыпается. Это заложила природа. И есть очень важный промежуток времени. С 22 вечера до 2 часа ночи мы должны спать. В этот период, по крайней мере, принять горизонтальное положение и выключить мозг. То есть не давать ему напрягаться. Только расслабляться в это время можно. Для того, чтобы у организма была способность восстановиться. Далее, кислород. Мы будем немножко позже об этом говорить, но часто мы слышим такую вещь, как кислородное истощение, да, там вот что-то такое. Да, действительно, друзья, наша жизнь, это поток жидкостей внутри, кровь, лимфа. Снизу вверх качают что? Кислород, жидкость и питательные вещества. И сколько много препятствий есть у потока кислорода. Кстати, что-то в чате стало тихо. Вы меня слышите? Поставьте, дайте какой-нибудь знак о том, что я здесь не одна. А то после Ольги Потаповой я не вижу ни одного сообщения. Все, спасибо большое. Я продолжаю. Так, друзья, кислородное обогащение – это очень важно. Сегодня просто бум. Кислородная недостаточность. Конечно, если поток кислорода хоть как-то сбивается с ритма, у нас просто притормаживает умственная деятельность. То есть работа мозга, который должен что? Управлять работой всего организма. А соответственно, всеми 12 системами, из которых мы состоим. И вот представьте, наступает время, когда, например, должны работать почки. А они не работают, потому что еще не сработала система, которая должна была работать, доработать еще 4 часа или 5 часов назад. И что происходит? Мы утром просыпаемся, отекшие, опухшие, с головной болью. И такое ощущение, что мы не спали, а вагоны разгружали несколько дней подряд. Организм не отдыхает, потому что не срабатывает. Поэтому, друзья, начинаем все с мозга. И мы сегодня перейдем к концепции для мозга. Я скажу, с чего начать. По нашему не так большому, но эффективному опыту. Далее, следующий фактор – это спорт. Друзья, движение – это жизнь. Скажем так, если мы не допиваем водичку где-то, либо есть факторы, которые затормаживают работу организма и мозга, спорт поможет. Пешие прогулки, бег, плавание, йога, все что угодно. Главное – двигаться. Двигаться, потому что в движении поднимается кардионагрузка. Работает лимфа по-другому. Соответственно, идет обогащение кислородом. Выходят токсины, которые забиваются просто в такие места, из которых просто так уговорить достать ту грязь, которая забивается, невозможно. Для этого есть физические нагрузки. Это замечательно. Нужно двигаться. Если вы еще не начали, начинайте. Если вы вдруг немножко оставили эту сторону жизни, верните ее. И чем больше активности в течение дня, тем дольше молодость, тем активнее мозг, и тем крепче наше здоровье. Следующий фактор – спокойствие. Спокойствие и только спокойствие. Почему я отметила этот пункт? Потому что из 15 вопросов, которые сегодня поступили к этой теме, 7 вопросов было – это как избегать стрессов. Смотрите, стресс – нет такого понятия. Есть ситуация. И есть к ней отношение. То есть есть наше отношение к этой ситуации. Или это просто ситуация, или это смешная ситуация, или она забавная, или она страшная. И здесь два варианта. Или мы просто в спокойном состоянии ее воспринимаем, или мы воспринимаем это как апокалипсис. Но заставить себя быть в спокойствии, просто потому что так хочется, как вы заметили, не всегда возможно. И все говорят, я же живой человек. Да, конечно, но контролировать уровень эмоций, стресса, волнений мы можем. Для этого у нашей центральной нервной системы должен быть ресурс. То есть наш мозг должен быть сильный. Представляете, вот помните, я не стала сегодня эту картинку ставить, потому что мы ее видим на протяжении многих лет. Это грецкий орех. Грецкий орех без воды – это высушенный орех. Грецкий орех, наполненный водой – это такой красивый, свеженький орешек. Так вот, самый главный ресурс для нашего мозга при любой стрессовой ситуации, как вы думаете, это какой? Вода. Пока дойдут комментарии, пройдет уже наш час эфира. Вода, друзья. Поэтому, как только чувствуем волнение, пьем воду. Как только проснулись утром в холодном поту, потому что сегодня грядут какие-то события, или мы узнали какую-то новость, пьем воду. При любых обстоятельствах пьем воду. А если мы еще тогда добавим Коралл Майн H500, это будет вообще восхитительный кислородный напиток. Мы называем это кислородный коктейль. Поэтому, друзья, есть стресс, есть стрессовая ситуация, а стресса нет. Стресс – это просто реакция. Это как симптом. Когда мы простываем, мы кашляем. Когда выходят из строя почки, мы их слышим. Когда же выходит из строя центральная нервная система, ну как выходит из строя? Когда не хватает ресурса. Давайте будем говорить таким языком. Какие следствия от нее? То есть мы расстраиваемся, мы волнуемся, мы не можем контролировать свои эмоции, чувства. Вот этот поток ненормального адреналина, который нас просто подкашивает на ноги. А нам это не нужно, потому что когда мы волнуемся, у нас идет очень мощное обезвоживание организма. И после череды стрессов человек видит некие такие, ну назовем так, симптомы. Да, помимо того, что Сергея не закисляют, то есть выпадают волосы, меняется вес, или усыхает, или отекает, да, начинают что-то болеть, печень высыпают. И человек говорит, меня начало высыпать после стресса. Нет, это просто был лакмус. Просто эта система там, лимфосистема или печени были уязвимы на тот момент. И они просто уже не могут в этой среде находиться. И они показали, что все, твое обезвоживание после стресса печень просто выключила. Верните нас на место, дайте нам воды и проведите нас по программе 90 дней по концепции здоровья. Вот, друзья, мы переключаемся дальше. Алгоритм восстановления, сохранения и профилактики мозга. Итак, безусловно, концепция здоровья. Концепция здоровья – это у нас ключик, ключик от ларца. Да, ларец, который висел на дубе, как в сказке и так далее. Это ключ, это ответ на все вопросы, друзья. Ну, фактически на все, если, в принципе, у нас на месте все органы, части тела и так далее. И вот здесь вот, что бы я хотела отметить, вот из нашего опыта, что мы практикуем фактически всегда, особенно для взрослых людей, для подростков, для студентов и так далее. Когда мы рассказываем концепцию здоровья, когда мы ее сами для себя принимаем или делимся со своими близкими, что мы всегда предлагаем? Мы предлагаем начать с воды. Правильно, верно. Мы предлагаем наш фундамент, наше просто незаменимое сочетание, которое на начальном этапе является просто стартовой площадкой. Это программа Coral Detox. Однако нужно помнить одну очень важную вещь, что когда мы начинаем организм восстанавливать, сначала мозг будет забирать нужное количество воды, питание. Пока мозг не придет в нормальное состояние, другие системы этот ресурс не получат. Мы можем пить какие-то продукты, которые будут снимать там боль, болевые ощущения, там грипп и так далее, насморк. Но системы будут восстанавливаться в порядке своей очереди. Сначала мозг. На втором месте стоит периферическая система. Потом сердце. Потом печень. А потом все остальные. И во время этого процесса мозг будет определять, какая система самая уязвимая. Вот в ту систему потом только после себя он будет бить ключом нашей водой, продуктами, очистками и так далее. Это просто. Для этого, именно для этой информации не нужно заканчивать мединститут. Это написано в любой книге, в любой информации. Это понятно. Это логично. Поэтому я к чему это говорю? Когда люди начинают пить воду, проходят две недели, человек приходит и говорит, ты знаешь, твоя вода не работает. У меня коленки как болели, так и болят. У меня кирпич в почке как был, в желчном или в мочевом, так и остался. Извините, сначала организм по своему алгоритму будет восстанавливаться, наполняться. А потом только, когда режиссер будет готов, он будет указывать, вот пора заняться почками. При этом при всем нужно сразу сделать контроль вредных напитков и еды, выровнять сон, добавить движения, обогащать себя кислородом, ну и так далее. И что мы часто делаем? Организм нужно успокоить. Мозг, сердце, то есть нашу периферическую систему, нужно сразу же успокаивать с первым шагом и с первым глотком воды. Поэтому к программе Coral Detox или ее составляющей мы всегда предлагаем в эту программу продукт, что это либо грифония, либо ивнинг-формула. Друзья, день, два, три, четыре – это замечательно. Я обожаю больше ивнинг-формулу, но это не значит, что грифония как-то может уступать. Они разные, и у нас к этим продуктам разные требования, у нас у каждого разная цель. И когда изначально во время Coral Detox еще человеку добавить ивнинг-формулу или грифонию, это фантастика. Организм быстрее начинает восстанавливаться, потому что он успокаивается. Это очень важный фактор, и я просто даже рекомендую это проэкспериментировать и на себе, и на близких, и на ваших людей, которые также с вами в клубе кушают продукты, занимаются здоровьем. Так, все, мы об этом уже поговорили. что сначала мозг, потом системы с недугами, а потом все остальные. И во главе всего организм нужно сразу напоить, дать энергию кислотно-щелочного равновесия и успокоить его. Так, двигаемся дальше. Наши результаты. Вот здесь самое интересное. Я начну с первого результата. Как вы видите, сотрясение. Я не люблю рассказывать такие вещи, но этот результат был на мне. Как бы так получилось, что половину осени я пролежала после ДТП, и у меня было очень сильнейшее сотрясение. У меня было такое сотрясение, что мне медики сказали, что 4 недели, 5 недель, строгий постельный режим, 5 недель не смотреть ни в экран, ни в телефон, никуда, ничего. То есть, лежим и ничего. У меня было ощущение в голове, как будто мне спицы вставили, это было онлайн. В первые дни мне давали очень сильное обезболивающее, потому что это было невозможно терпеть. Когда я отпросилась домой, как вы думаете, что я начала делать? Я начала есть наш продукт ведрами. Я его раньше ела ведрами, но теперь я по два ведра стала. В этот момент есть. Я начала, помимо того, что я начала поднимать всю свою базу просто памяти и навыков, от того, что нужно есть, я еще позвонила, написала нескольким знакомым, которые в теме продукта и в теме именно, знаете, как бы восстановления здоровья мгновенного на клеточном уровне, наше мнение совпали. Я просто начала есть некие продукты в огромном количестве, целый день, и через 2 недели я, в принципе, уже начинала делать легкую зарядку, не говоря медикам, конечно, потому что вот. И через какое-то время я уже была на Миланской конференции, в весенней волне. То есть через 4 дня после выписки я улетела, хотя было не совсем как бы просто. Но сейчас, как вы видите, все замечательно, и я хочу поставить акцент на некоторых продуктах, которые помогли просто войти в обычный, в нормальный режим, которые позволили просто из жизни вывести ощущение спиц, боли, глаза стали подниматься и все такое прочее. Это продукт Майнсет. Друзья, я готова петь оды. Я раньше понимала, какая это потрясающая вещь, но пропустив через себя, вы знаете, я даже сейчас говорю, на меня слегка наворачиваются слезы, потому что, по сути, если бы не было продукта, на сегодняшний день это было бы другое состояние, и вы это понимаете. Я Майнсет ела по 2 капсулы 4 раза в день. 4 раза в день по 2 капсулы. Наряду с этим я ела противити по 5-6 капсул 3 раза в день, хотя я, в принципе, эту дозу разделила на 4, я их совмещала. Я не буду весь показывать продукт, да, но с этим продуктом у меня был пентакан. Пентакан – это обогащение калия. Я пила пентакан 5-6 капсул в день. То есть, вот у меня был так, пентакан, продукт, это было огромное количество H500, Coral Mine, ассимилятор и, конечно же, жирные кислоты. Коралл-лецетин, все знают этот продукт. Лично я ела 16-20 штук в день. Омега-3 на 60, это было по 2 штуки, 3-4-5 раз в день. Коктейли обязательно, хотя в таком состоянии, когда не хочется есть, потому что, кто знает, как проходит это сотрясение, это тошнота и головокружение. И ты просто не можешь есть. И ты принимаешь просто вот то, что тебе говорят. И наряду с медицинскими тяжелыми процедурами я не упускала момента есть продукт. Не упускала этого момента. И как бы много было люцерна, спирулина, зеленый белок. Обязательно. Вот в моем случае я ела спирулину по 4-5 капсул 3-4 раза в день и столько же люцерны. Потому что это кровь, это сосуды и все остальное. Витамины, все. Но вот этот продукт, майнсет, я оценила просто мгновенно. Элементарно. Я чувствую, подкатывается приступ головной боли, сильнейший. Но это то, что в принципе даже не стоит представлять, как это происходит. Я беру одну капсулу, я глотаю, вторую капсулу я разбавляю на 100 грамм теплой воды и пью в виде чая для того, чтобы что-то растворялось в кишечнике, чтобы попадало в кровь. И я искренне благодарна. Готукола, гинкобелоба еще были дополнительно вот к этой программе. Где-то по 2 штуки 3-4 раза в день. И вы знаете, я просто через 2 недели я фактически летала. Ну фактически летала на фоне того, что было. Через 5 недель я уже забыла, что это было. Хотя в принципе прогноз был другой. И мне сказали 3 месяца табу, если вы будете куда-то выезжать, как-то передвигаться, мы просто вас не выпишем. Но это все было серьезно. Поэтому, друзья, и ивнинг-формула, и грифония, организм нужно было успокаивать. Только в спокойном состоянии мозг способен правильно взять продукт и его распределить. Поэтому, друзья, я лично на себе испытала этот пример, этот результат. За эти дни у меня поднялась невероятная еще гордость и ценность к нашему продукту. И если раньше я его просто обожала и понимала значимость, то в данной ситуации я просто ощутила, как можно подняться из состояния полного ноль, полного горизонтального положения. Следующий, друзья, ДЦП. Что такое ДЦП? Да, это центральная нервная система, за которой тянется периферическая. Ножки, ручки, спазмы, мышцы и так далее. В моей организации есть двое деток, мальчик и девочка в организации, в организации потребителей. Это дети из Украины, которые вышли из состояния ДЦП. Девочка сейчас гимнастка, пловчиха, есть сегодня 11 лет, а мальчику сегодня 5,5, вот с 3,5-2 года они на продукте. Мальчик вообще не говорил и у него не было соединения причинно-следственной связи. Уже через 2 недели потребления продукта, а именно Коралл Детокс, где лецитин, маленький 3-летний ребенок, кушал до 10 штук в день. Омега, которая сегодня к нашему счастью есть в виде детских вкусных омега-3 апельсин, ребенок тогда кушал омегу через кашку по 6 капсул в день, 3-летние. Через 2 недели у ребенка тогда уже начали отпускаться мышцы рук, мышцы ног, он стал садиться и у него начала появляться речь. Через 2 недели друзья, я могу вот, у меня вот эти 2 результата в моей организации, они перевернули полностью мое понимание и весь мир вообще восстановления и сохранения здоровья. Потому что ДЦП это приговор. Это приговор и допустим здесь с кем-то спорить бессмысленно, здесь просто нужно делать, как это делать, верить и действовать до конца. Особенно в интересах своих близких, детей и своего окружения. И при ежеминутном, скажем так, есть программа, которую мы прописываем. И если ее соблюдать, я не видела ни одного человека, который бы не получил результат на нашем продукте. Следующее. Иммунитет, реакция мозга. Да, конечно, но на иммунитет влияют многие факторы. Водный баланс, кислотно-щелочное равновесие, контроль бактерий, вирусов, грибов, глистов и так далее, простейших. Стрессоустойчивость, вирусоустойчивость. Но, безусловно, конечно, мы помним, что наш мозг это руководитель. Поэтому дать ему свободу, дать ему реакцию, он будет успевать блокировать вирусы, которые попадают в наш организм. Стрессоустойчивость. По стрессоустойчивости я хочу рассказать результат, свеженький результат. Девушка, 34 года, которая пережила за последние 10 лет ряд непростых ситуаций. И она не то, что была в стрессе, она была сплошной импульс, она была сплошной стресс. Она говорила, что я вот живу, меня просто нет, я не чувствую жизни, потому что у меня сплошной стресс. Я вот просто нахожусь в состоянии волнения. Я не живу, я вздрагиваю ночью, потому что человека действительно как бы пожала жизнь. Но сегодня она с нами и через 2 недели она рассказала такую вещь, что уже через неделю она стала спать всю ночь и не просыпаться. Она просыпается утром и она говорит, я понимаю, что я уже улыбаюсь и мне спокойно. Это с тем, что она только пила Coral Mine и H500. За 2 недели по обыкновению, по классике у нее ушли 3 килограмма веса, которые стояли просто в виде отека от обезвоживания. Но поменялся цвет кожи, наладился стул, но самое главное, она радуется по сегодняшний день. Она ездит уже с нами на волны. Это свежий результат. Это человек, который вот буквально месяц-полтора с нами в компании и она радуется тому, что ее организм спокоен. Она говорит, за 10 лет я испытала спокойствие. Я понимаю, что еще далеко до полного абсолютного состояния, но то, что сейчас происходит, я хочу обнять и не отпускать. Это только вода и H500, друзья. Это человек, который даже еще не успел начать очистки питания и так далее. Полноценное развитие, следующий результат, речь у детей, память у взрослых. Да, по поводу речи у деток. У нас очень много семей, у нас очень много детей, у нас, как мы говорим, коралловские дети, не коралловские тоже. Но мы очень часто, скажем так, сегодня такое время, когда экология, питание, среда обитания, она забирает скорость полноценного развития детей. Это факт. И статистика неутешающая. Но мы можем на это влиять, и мы можем спокойно на это влиять, и способы влияния в наших руках. И мы сегодня об этом говорим. И у нас очень огромное количество детей, у которых наладились вопросы с речью, с выговариванием звука, соединение причинно-следственной связи. То есть ребенок понимает, что есть ручка, он видит листочек, но у него не соединяется импульс в его 3-4 года, что ручкой надо рисовать. Почему? Потому что в это соединение не хватает микроэлементов, воды, кислорода, то есть всего жизнеобеспечения, которое нужно для полноценного развития. В считанные часы, в считанные дни, не говоря уже месяцы, наши детки выходят просто на невероятные результаты. Я помню один результат, когда родился маленький ребеночек, его потянули щипцами, и через 3 дня сказали, что у него будет ДЦП. Что сделала бабушка? Она просто пришла в роддом с банкой лецитина. Она осталась в этом роддоме, в этой палате, и она ребеночку, друзья, каждые 30, 40, 60 минут она по капушке выдавливала с капсулы лецитин ему прям в ротик. Сегодня ребенку полтора года, у него все в порядке, у него все замечательно. Когда они выписались, у них пошло прогрессировать последствия против не совсем компетентных родов, принятия родов. и прогнозы были не очень. В какой-то момент мы понимали, что результата особо нет, но потом в какой-то момент резко пошел результат, и ребенок вышел на уровень скоростного полноценного развития, и сегодня с ребенком все замечательно. Вот ради этого стоит, да, с банкой лецитина, за большие деньги пробраться в роддом, спать с мамой роженицы и с ребенком в одной палате. Это просто был героизм и это было мудрое решение. Память у взрослых, друзья, ну тут в принципе можно абсолютно каждого из нас спросить, что память, фиксация, выносливость абсолютно устойчиво меняются, заметно меняются, улучшаются при употреблении продукта. У нас есть случай, женщина 65 лет, последние 9 лет она страдает провалами в памяти. Причем на несколько часов она проваливалась, потом выходила, не понимала, что происходит. Это было большое горе в этой семье. Они не отдавали ее в приют, ничего такого даже не собирались делать, потому что это мать, это близкий человек. Они начали ее кормить продуктом. На сегодняшний день, если у нее и бывают провалы в памяти, это до одной минуты один раз в 10-12 дней. Это происходит мгновенно, она мгновенно возвращается, но продукт они едят тоннами, друзья. Они едят много лецитина, противити, спирулины. То есть программа 90 дней была по полной программе. Были все очистки, безусловно, большое белковое питание. И, друзья, я хочу сказать о продукте, вы, наверное, уже догадались о каком, о белуроне. Потому что все вот эти результаты, которые вы видите сейчас, вот у меня на слайде, без белурона здесь также не обходилось. Вот в моем случае я ела белурон три раза в день. Вот когда я лежала, я ела белурон три раза в день по одной рюмочке. Никогда я так его не ела. По два – да, по три – нет. Из-за этого у меня еще изменился цвет волос. Те, у кого есть вопросы с фиксацией памяти, с полноценным развитием детей, друзья, белурон. Белурон просто стоит на столе и его пьют. Детки, которые ходят в сад, в школу, студенты, взрослые. Я считаю, что я не буду сегодня рассказывать, Даш, значимость белурона. Мы знаем, что это такое. Это растительный гиалурон хондроатиновый комплекс. Но когда-то для себя я открыла формулировку. Вот мы сейчас друг на друга смотрим, благодаря тому, что внутри нас клетки каждую секунду рождаются. Ира Черкасская, спасибо большое, абсолютно взаимно. Тебе тоже здоровье. Мы еще с тобой в Москве потусим. Здоровье. Вот. И мы друг на друга смотрим, одни клетки погибают, другие рождаются. От нас зависят, здоровые клетки рождаются или нездоровые. Но при этом, помните, клетки создают ткани и ткани органы. И вот эта ткань, это очень важная составляющая. Каждую миллисекунду, даже когда мы спим, у нас проходит вот такой процесс. Соединяются ткани, получаются клетки органов системы. И вот за этот соединительный процесс, друзья, отвечает гиалурон хондроатиновый комплекс. Поэтому, если мы хотим здоровья органам, 12-ти системам, если мы хотим быть молодыми, энергичными, устойчивыми, стрессоустойчивыми, если мы хотим продлить свой мужской, женский век и дать полноценное развитие детям, это гиалурон. Потому что организм каждый день ищет гиалурон хондроатиновую кислоту. Каждый день из того, что мы едим. А едим мы знаем, что все подряд. Но не всегда это является питанием для того, чтобы из этого питания получилась гиалурон хондроатиновая кислота. И еще я этот пример очень люблю приводить. Так как я сегодня много говорю о себе, но вы уж простите. Я рассказывала этот результат по коже в Минске на весенней волне. Я его рассказываю часто, потому что для меня это было тоже откровение. Как-то в Харьков, в Украине, я сама из Украины, в один из прекрасных мгновений, когда я заехала домой в Харьков, я попала на семинар немцев. Это была полузакрытая встреча. Приезжали немцы, они там в одном лице, физиологи, биологи, все, что связано с кожей. И у них был потрясающий аппарат, диагностика. Прямо в зале сидело где-то человек 300. Они на сцене выступали, рассказывали о жизни клеток. И у них был аппарат. Аппарат такой, диагностика. Я думаю, если Галина Бибикова сейчас в зале есть, ей это понравится, информация. И этим аппаратом можно было узнать возраст регенерации клеток внутри. То есть, в каком возрасте находится именно принцип возобновляемости клеток. Мы же за этот принцип боремся здесь. Наш суперответ на все вопросы – это понимание принципа возобновляемости клеток, что всегда можно получить ответ на свой вопрос. И вот немец, который вот сам экспериментатор, говорит, «Есть ли в зале желающие женщины-добровольцы, которые бы хотели узнать свой возраст на уровне клеток?» Одно самое главное условие – это быть с паспортом. Потому что они паспорт пропускают на сканер, весь зал видит, сколько тебе лет, делают щепок и так далее. В зале тишина. Понятно, да? Никто не хочет оказаться в списке устаревших людей на уровне клеток. Тихо и тихо. Ну, скажем так, я сижу и думаю, я в Харькове бываю редко, меня никто не знает, я сейчас тихонечко пройду, уйду. Я вызвалась, у меня был паспорт, и за мной вышли еще две женщины. Они делают щепок, такая иголочка заходит буквально на секунду и выходит. И тут же на экране показан твой возраст. Рядом второе табло. Этот возраст либо отсчитывается в сторону молодости, либо прибавляется в возрасте. Я, конечно, замерла. Я когда уже села, я уже немножко пожалела. Думаю, сейчас я, короче, вот продвигаю концепцию здоровья, а вдруг затаилась мысль. И что вы думаете? Мы смотрим на экран. Мне было 37, мне сейчас еще 37, это было полгода назад. И мой возраст начал отсчитываться в сторону молодости. 35, 30, 29, 27, 25, 21. В зале уже аплодисменты. На 21 он постоял, а потом резко раз и в 19. И зафиксировался. Это было, знаете, для меня это была большая гордость. Вот нельзя было снимать на видео, потому что у них было свое ноу-хау. Для меня это была такая большая гордость, что мне было 19 лет на уровне клеток. Я прям не знала вообще, какую корону нашей вот одеть на голову и сказать, что, друзья, я знаю ответ на этот вопрос. Рядом со мной сидела женщина, которой было 34 года. На уровне клеток ей было 57 лет. Представляете? По паспорту 34, а клеткам 57. И следующей женщине было 41 год, и на уровне клеток ей было 63 года. И вот это был резонанс. Второй эксперимент у них был, это проверить работу репродуктивной системы, системы продолжения рода. Я, конечно, подумала, соглашаться или нет. У меня был вопрос, где должны брать щепок, чтобы узнать. Оказывается, щепок брали в районе шеи, в районе щитовидной железы. Отсюда берется этот, вот, как его назвать, диагностика эта. И когда взяли щепок у нас у всех троих, я вкратце скажу, по паспорту мне 37, на табло, на этой диагностике моей репродуктивной системе был 21 год. Друзья, 21 год. Женщине, которой было 34, ее репродуктивной системе было 42, а той, которой 44, ее репродуктивной было 58. Поэтому, друзья, вот такие потрясающие вещи творит с нами наш продукт. Просто. И это не за один год. Вы знаете, я уверена, что если бы я в компании 7,5 лет, я уверена, что если бы я на этой диагностике оказалась через год или два, таких бы показателей не было. Потому что нашему организму нужно от 1 до 7 лет, чтобы качественно перестроиться на уровне клеток. И если сейчас в зале есть профессионалы в области биологии, физиологии, медицины, то я думаю, что вы подтвердите эту информацию, что за один год и за два чудеса не происходят. Организм нужно восстанавливать, и как минимум через 3 года будет та картинка, которая должна появиться по качеству здоровья, друзья. Далее, друзья. Теперь по рецептам. По рецептам быстренько проходимся. То есть, Coral Detox. Рецепты активности мозга. Да, мы возвращаемся к мозгу. О себе, любимой, я поговорила. О активности мозга, профилактика и восстановление. Coral Detox всегда. Так, Елена и Ольги, Марина, да, спасибо. А, Галина Бибикова здесь. Вот, я как раз поговорила. Галечка, рада, что ты сейчас в эфире. Вот. Это человек, который знает все о диагностиках и о всех киборгах на планете, которые существуют в этой области. Итак, друзья, питание. Coral Detox всегда. Это фундамент. Это не очистка. Это фундамент. Это как фундамент дома. Это контроль водного баланса, метаболизма, работы печени, мозга, клеток, контроль выведения вода и жирорастворимых токсинов. Если мы хотим получить результат, Coral Detox не оговаривается. Это атрибут. Зубная щетка, зубная паста, полотенце, расческа, туалетная бумага и Coral Detox. Это набор. Это джентльменский, женский, детский набор. Все. Это воздух для организма и даже не договаривается. Не оговаривается. Лучше что-то не доесть, но Coral Detox допить. Дальше. Программа 90 дней. Самый легкий, понятный путь. Это путь пройти по концепциям здоровья. Coral Detox, очистки, клеточное питание. Но для меня лично 90 дней это мало. То есть, я посчитаю, у меня всегда 120 дней получается. Поэтому, скажем так, программа 90-120 дней, и мы ее просто, простите, гоняем по кругу, как обычный рацион жизни, рацион питания, рацион дня. Клеточное питание. Что имеется в виду? В нашу клетку каждый день должен попадать код клетки. Аминокислоты, минералы, ферменты, витамины, жирные кислоты. Это основа. Это как строить дом из нужных составляющих. Кирпич, что там, цемент и так далее. И невозможно дом построить на одних кирпичах без цемента. Или из одного цемента, без кирпичей, или без каких-то других ингредиентов. Клеточное питание это наш отчет завтра, как мы себя будем чувствовать, через год, как мы будем выглядеть, что будет с нашими косточками, сердцем, мозгом тем более. Друзья, за здоровье головы нужно бороться. Мы должны быть, на мой взгляд, две вещи, которые характеризуют активное молодое долголетие. Это способность двигаться и способность быть в здравом уме. Остальное все приложится. Поэтому вот за это эти две системы нужно бороться руками и ногами каждый божий день. И функциональное питание конкретно для работы мозга, для профилактики, для восстановления, сохранения. Майнсет, о котором мы говорили. Здесь и гинкобилоба, и гутукола, и ряд аминокислот, и розмарин. Здесь такой состав, который просто творит чудеса. Я считаю, что в принципе, этот продукт просто должен стоять на столе, потому что мы живем сегодня в такое время, когда наш мозг не отдыхает. Если мы спим, вокруг нас гаджеты или какой-то поток информации, большие скорости, на которых мы живем. Поэтому нашей голове просто нужно помогать. Гутукола, гинкобилоба, это продукты, которые, во-первых, нормализуют ряд давлений, которые меняются внутри нас и дают способность обогащению микроэлементов и кислородом наши сосуды головного мозга. Омега-3 на 60-е лицетин. Друзья, 50% нашего организма, вот половина нашего организма, это роль полиненасыщенных жирных кислот. Каждую секунду рождается клетка, ну, я не люблю говорить по чуть-чуть, ну, вот половинчато, вот клетка, вокруг нее мембрана. Мембрана накапливает энергию из пищи, кислорода и сна, и воды. Накапливает энергию, благодаря которой мы утром встаем и живем. И вот эта мембрана, вот эта мембрана на 50% ее рождение зависит от жирных кислот. Поэтому омега-лицетина много не бывает, особенно в наш век пищевой химии и обезжиренных продуктов. Белурон, мы уже говорили, 24-7, комплекс витамина-минералов 24-7. Я вообще считаю, что комплекс 24-7 это такой минимально оптимальный продукт, в котором есть и аминокислоты, и витамины, и минералы. Этот продукт, который можно взять в дорогу, да, и с собой просто ничего больше не тащить. Порционные коктейли 24-7, Coral Detox по пакетам и у нас полный, полный набор. 24-7 я считаю, просто уникальное сочетание, которое приводит организм просто в невероятно правильное функционирование и состояние. Противити. Я готова пить оды этому продукту, потому что я, скажем так, каждый результат, каждый особенно глобальный результат, хотя в принципе не глобальных результатов нет, каждый результат просто являет собой какой-то мистикой, когда в программе есть противити. Это одна из самых совершенных групп аминокислот, которые есть в нашей компании. Это мгновенная энергия, мгновенное питание. 15 минут и противити в клетке, если противити запить водой. Но я думаю, что противити без воды никто не пытался, да, проглотить. Это нереально. Эти корабли проглотить без объемного количества воды. Поэтому, друзья, поставьте эксперимент. Возьмите, покушайте один месяц хотя бы. Противити три раза в день по 4-6 капсул. Это будет невероятная энергия, коррекция веса, кожа, волосы, ногти, иммунитет, ну абсолютно все. И попробуйте потом не пить противити, например, длительное время, чтобы почувствовать разницу и оценить, что мы существа белковые. Дальше, друзья, хайфабер. Я представила его на картинке, потому что клетчатка это, в принципе, я бы так сказала, клетчатка это очень важная составляющая жизни нашего организма. Если взять любую систему, мозг, клетчатка, нужна кишечник, клетчатка, иммунитет сидит в кишечнике, волокна клетчатки это рост полезных бактерий, полезные бактерии это вообще метаболизм, обмен веществ и способность организма адаптироваться в окружающей среде, где мы живем, что мы едим, пьем, как спим и так далее. Поэтому, друзья, клетчатка это мгновенный подъем организма, потому что это энергия, там есть углеводы, сложные углеводы, которые являют собой чистую энергию. Поэтому клетчатку вот идеально пить, идеально пить, такой простой один рецепт на ночь. Система ЖКТ очень интенсивно будет работать ночью, когда мы спим, поэтому у нас есть понятие эубиотический ужин, кефир, люцерна, спирулина, полезные бактерии. К этому набору добавляем хайфайбер. Если нет кефира, можно хайфайбер и все то, что я назвала. Друзья, месяц регулярно пить эубиотический ужин с хайфайбером мы просто себя не узнаем, просто не узнаем. Ни уровень здоровья, ни уровень энергии и коррекция вопросов по здоровью и по телу будет просто в невероятной скорости происходить. Так, друзья, а теперь я еще хотела бы сказать о здоровой тарелке. То есть, какие продукты целенаправленно просто бьют в точку нашего головного мозга и нашей головы. Рыба, морепродукты, водоросли. Понятно, да? Здесь есть белок, здесь есть полиненасыщенные жирные кислоты в одном флаконе. И рыба, морепродукты, водоросли, особенно если говорить о рыбе, например, сельдь, тунец, но в правильном сочетании, не копченые и так далее. Красная рыба это просто кладезь, кладезь правильного белка, омеги и других составляющих ферментов очень важных для нас. Орехи. Орехи, в принципе, потрясающий продукт, но их просто нужно кушать в течение дня немного. Буквально вот разновидность орешков по одному-два вот этих орешков и достаточно, потому что орехи достаточно плотный продукт и чтобы он хорошо проходил обменные процессы. Нужно много воды, много ферментов или совмещать с зеленью, с корешками, с какими-то продуктами большого быстрого процесса расщепления. Натуральные масла оливковое, подсолнечниковое, кунжутное, льняное, но натуральные стопроцентные масла. Где вы их будете искать? Вопрос десятый. Это вопрос лично к вам. Но поищите, друзья, потому что мы все равно не можем убрать социальную пищу из нашей жизни. А зачем? Когда столько всего вкусного. Вот я смотрю на эту тарелку и мне уже хочется скорее завершить вебинар, честно. Повторить то, что я вижу. Морепродукты, это вообще моя любовь. Далее, друзья, зеленый чай. Зеленый, крупнолистовой, хороший чай. Это помимо того, что это является мощным антиоксидантом, плюс он является определенным, я выражусь, конечно, энергетиком, но это не совсем правильно. Хотя вот я после зеленого чая, меня зеленый чай бодрит. Но бодрит он не меня, а центральную нервную систему и периферическую. Но при этом зеленый чай не забирает насильственно энергию из клеток для того, чтобы нас взбодрить. Кофе забирает, опустошает клетку. Хороший, крупнолистовой зеленый чай нет. Я написала Гуарана. Друзья, сегодня есть такие этнические, там магазины этнических чаев, там травяные чаи. И вот мы нашли Гуарану, это тоже разновидность зеленого чая, который растет в Южной Америке, потрясающий продукт, который тоже является и антиоксидантом, и энергетиком, и еще работает с печенью. Поэтому используйте, пользуйте травяные чаи, крупнолистовые зеленые, но не какие-то там, да, пакетированные, ГМОшные, непонятного происхождения. Цитрусы. Лимоны, апельсины, мандарины, сейчас просто потрясающее время цитрусовых продуктов. Кушать их можно зимой много, если вам позволяет здоровье, потому что здоровье может не позволять в так называемой аллергии кушать потрясающе вкусные и полезные продукты. Цитрусовые дают, помимо того, что питание, обогащение витамином С, еще и энергию в наш мозг. Обратите внимание, что когда у человека со здоровьем все в порядке, нет аллергии, реакции, может мандарины сладкие и апельсины есть вечно. И есть еще потрясающий продукт лайм, используйте его везде, зеленый лимон, да. Дальше, авокадо, гранат, яблоки, груши, вот эти продукты пусть будут обогатителями нашего стола. Просто даже делаем салат, добавляем гранат, яблоко, авокадо и так далее. Зелень, специи, сыры, все, что зеленое, натуральные специи, зелень, корешки, ну понятно, сезонные вещи, не пластиковые, которые стоят без холодильника и ничего с ними не происходит. Их ешь, они вот просто думают, что дальше будет. Сыры, я, конечно же, ставлю акцент на том, что я говорю о натуральных продуктах, о максимально натуральных. Поэтому каждый живет в своей стране, в своем городе и мы уже с вами знаем, как зожеманы, любители зож, мы знаем точки, где продаются натуральные продукты и цельнозерновые крупы. Друзья, с кашами отдельная история. Вот сейчас я нахожусь на стадии экспериментов каш. И пока что я в восторге от одной каши, это гречихи. В любом ее проявлении гречка. Я убрала много каш из рациона, потому что они дают слизи. слизь у нас забирает очень много здоровья. Но я сейчас не буду говорить о кашах, потому что я еще для себя не открыла Америку, не вывела качественную формулу, какую кашу можно все-таки есть всегда, кроме гречки. Но я за цельнозерновые крупы, за пророщенные крупы, за замоченные, вымоченные, приваренные. То есть, я не пришла еще к тому, чтобы есть сырые крупы, просто вымоченные в воде. Я очень люблю, знаете, томленную гречку. Поэтому, в принципе, цельнозерновые крупы это прямое попадание в мозг, друзья, потому что они несут энергию при правильном приготовлении. Ну что, мои дорогие, сегодня о мозге мы завершили. Я хочу просто напомнить, что сегодня, на сегодняшний день, уже в декабре, идет регистрация на масштабный проект в нашей компании «Измени себя». Проект «Измени себя» это время, когда мы с вами можем обретать правильные привычки. Это проект, который меняет просто судьбы людей, потому что, ну, скажем так, может быть, высокопарно будет звучать, но наша жизнь, наша судьба это сложение привычек и действий, которые мы делаем каждый день. И начинать, чтобы поменять свою жизнь, нужно начать со здоровья. А здоровье, чтобы изменить радиус своего здоровья, нужно менять действия и привычки. И вот «Измени себя» для меня это очень высокий, глубокий проект, в котором мы живем уже несколько сезонов. И вот я как бы сегодня хочу выразить гордость своим командам, которые со мной, вместе с нами из сезона в сезон участвуют в нашей команде «Перезагрузка стиля». Мы сейчас на «Осенних волнах» получили награду за финал в летнем сезоне. И сказать, что и в «Измени себя» в компании уже идет регистрация. И «Перезагрузка стиля» стартует 10 декабря. Это объединение людей с разных организаций, с разных стран. На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано более 25 человек из 8 стран. Старт 10 декабря. Мы вместе регистрируемся командой в «Измени себя» и вместе идем в окружении профессионалов, которые нас ведут по спорту, по питанию, по стилю, по атмосфере. И, друзья, меняйте себя, меняйте своих близких. Я считаю, знаете, как вот услышали информацию об «Измени себя». Вот остановились и зарегистрировались в этот проект или в нашу перезагрузку. Возможно, у вас есть свои команды. Мы просто в восторге от того, что в осеннем сезоне в 10 раз увеличилось количество участников, чем было в летнем и весеннем. Это очень радует, потому что наше лицо, это наши результаты на собственном здоровье, на собственном теле. Поэтому будем вместе использовать каждую минуту, которая будет направлена на наши лучшие, новые, потрясающие результаты. Регистрация идет и не оставляйте это на потом. Друзья, на этом я буду завершать. Я просто хочу напомнить, что наша атмосфера, наша атмосфера здоровья, она строится, держится и строится, и развивается, даже так скажу, на наших встречах каждую среду. В это время, в 19.00 по Москве, остальные подстраиваемся, мы всегда говорим здесь о главном. Главное о здоровье, о молодости, о долголетии. Мы обсуждаем самые лучшие рецепты и говорим о потрясающих результатах. Здесь, по средам, вебинары в 19.00 по Москве. Мы вас ждем, вас и ваших близких. И в завершении я хочу просто всем пожелать, возможно, с кем-то мы увидимся в этом году, возможно, мы увидимся уже в 2018 году, но я искренне хочу всем пожелать высокой стрессоустойчивости, в наше насыщенное время, крепкого здоровья, молодого долголетия, детям полноценного счастливого развития, большой любви, просто глобального достатка. Я желаю, чтобы каждому из нас на голову просто сыпались мешки с деньгами для реализации наших целей, мечт и желаний. Пусть у каждого складывается в новом году, говорят, год собаки очень хороший год, желтый цвет еще цвет радости, богатства, желтая собака, да, вроде бы. И пусть этот год принесет нам много радости, много верных друзей, партнеров, любви, гармонии, чтобы мы через год этот год, 2018 год, вспоминали как один из самых лучших за последние года, потому что 2019 будет еще лучше. Вот, друзья, и всегда я завершаю, что самое лучшее высшее образование это навыки, как быть здоровым и как энергичным. Я считаю, что это лучшее наследие, которое нужно передавать потомкам и показывать собственным примером. Всем здоровья, всем долголетия, я всех обнимаю, до встречи. И сейчас в завершении я отключусь и покажу вам ролик, где будет проходить весенняя волна с нашей компанией в Берлине. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова